Вот книжка, которую Александр Васильевич сказал, это, на самом деле, одна книжка, а несколько книжек разной степени серьезности, но все математические. Есть очень серьезная книжка, которая называется «On Numbers and Games». Ее автор Джон Хортон Конвей. Ну, я надеюсь, английский все знает, чтобы понять, что это означает. То, что он слышал про Конвея. Слышали вы такую фамилию? Кто это слышал? А про игру жизни вы слышали? Здесь такая игра-жизнь, Game of Life. А, это некоторые слышали. Но если не слышали, то обязательно дома поищите Game of Life. Можете, где игра-жизнь по-русски можете набрать. Там будет много красивых картинок. Игра, в отличие от тех игр, про которые мы будем говорить, игра-жизнь — это игра с одним игроком. Или можно сказать, что вообще нет игроков, а просто некоторые процессы происходят. А именно есть клетчатая плоскость, разбитая на клеточки. Каждая клеточка либо черная, либо белая. Как бы черная — это значит, там кто-то живет, а белая — значит, никого нет. И дальше каждый такт, каждую секунду сразу все клеточки меняются по следующему правилу. Если вокруг клеточки либо две, либо три черных клетки, то клетка становится черной. То есть там зарождается новая жизнь. А если ноль или один, или наоборот четыре и больше, то тогда клеточки становится белой. То есть если ноль или один, то там скучно, никто не живет. А если четыре или больше, то наоборот слишком тесно и тоже не живет. И вот после таких простых правил получаются очень красивые картинки. То есть там такие структуры меняются, переливаются, вдруг переходят. Вот это я предлагаю вам поискать в интернете. Там очень много разных красивых картин. Значит, она это, конечно, такая серьезная, математическая. То есть там теоремы, доказательства, определение теоремы, доказательства, но чего доказываться. А еще есть другая книжка, которая веселая. Там тоже есть много теорем, много разных примеров, но мало доказательств. Значит, на доказательства можно самим придумывать. Эта книжка называется «Wing ways for your mathematical place». То есть как победить в математической игре. А, кстати, в турнире с Ломоносом до сих пор бывают матыгры. И они там очень тяжелые. Да, но вот если вы с этим ознакомитесь, то, может быть, вам будет проще там выиграть. В этой книжке, а это, кстати, для Даши Соро есть, такие-то веселые картинки на обложке. Вот, то есть это не типичная математическая книжка. Да, вот много разных примеров игр, и объясняется, как в них можно выигрывать. То есть общая теория говорит о следующем, что на самом деле можно построить, что у каждой игры есть некоторое значение. Можно построить некоторую систему значений так, чтобы у каждой игры было значение, которое говорит более-менее, кто в ней выигрывает. Вся сложность возникает не из концептуальных вопросов, а чисто из вычислительных. То есть трудно понять, как конкретно применить эту теорию. А почему первая книжка называется «Unknownst Games», а оказывается, что можно на тех же основаниях построить не эту теорию чисел, и там любое число будет игрой, но зато будет много других игр, которые числами не являются. То есть тут вот эти вот числа, это так называемые сюрреальные числа. По-английски real numbers – это действительные числа, обычные числа на числовой оси. А это вот сюрреальные числа, а это именно такие сюрреальные. Есть такое художественное течение – сюрреализм. Да, сюрреализм – такое художественное течение. Но это не сюрреалистичные числа, да? Это был бы сюрреалистик. А это вот такой каламур, да? То есть вроде действительные, но такие сюрреалистичные. Да, у нас всякие, кроме издитов, здесь еще всякие другие. А игры – это еще некоторые более широкие. Класс.